Для чего это делается? Для того, чтобы если вдруг, ну предположим, мы сейчас будем проводить вот эти вот разбирательства через УФАС, Реестр Недовосовестных Поставщиков, мы потеряем время. Сейчас нам самое важное время. Нам нужно решить все эти вопросы сейчас, пока лежит снег, потому что когда выйдет, если выйдет новый поставщик, он должен будет также решить вопросы с ценами и с поставками. Он должен выполнить эти работы в срок до 1 сентября. А вот контракт этот по скверу Марины Ладыниной, он был разбит на 2 года, условно, да? То есть определенный вид работы он должен был выполнить подрядчик еще в 2020 году, оставшийся самый большой объем работы уже в 2021. А вот что касается 2020 года, он там выполнен обязательства? Нет, обязательства в полном объеме выполнены не были, но я не могу сказать, что они были выполнены, они, так сказать, не критично отстали от графика. У нас действительно по тому графику, который был размещен изначально, там порядка 20 миллионов рублей на 2020 год были, ну разные, так сказать, мнения. И фактически там сумма выполненных работ должна была составлять в пределах 10 миллионов рублей. Но здесь есть опять же некоторые ограничения, у нас контракт был заключен чуть ли не в сентябре, соответственно, времени на исполнение этих работ действительно было немного. И в момент, когда, до момента первых заморозков подрядчик выполнил действительно довольно-таки большую работу по скверу, это и уборка старых аварийных деревьев, выкорчевывание пней, то есть планировка территорий, завоз инертных материалов. Также они выполнили довольно-таки большую работу по демонтажу крыши в Юбилейном, тот участок, который они деконструировали, обустройство нового парапета. То есть, единственное, мы им не дали работу, работать, выполнять работы по облицовке фасада, фасада КДС Юбилейный, потому что было множество скрытых работ. Хоть и фасад навесной, но у нас было множество скрытых работ, которые не позволяли работать при минусовых, даже ночных температурах. Соответственно, у нас наступили заморозки, ну это, грубо говоря, октябрь месяц, и мы в этот момент эти работы остановили. То есть, для нас важно качество выполнения услуг. Соответственно, также у подрядчика были вопросы с поставкой некоторых комплектующих, которые не должны были в этом году, в 2020 году установить эти самые фиброцементные плиты. Поставщик предоставил их только в январе месяце. Соответственно, работы продолжались, и работы по строительству, например, этой же самой теплосети, они были завершены уже в 2020 году. Это объем работы довольно-таки большой. И сейчас подрядчик, заходя на объект, новый подрядчик, да, если он будет, он уже не будет думать о том, что ему нужно тратить много времени на демонтаж, да. Ему нужно проводить какие-то мелкие сложные работы по строительству парапета, да. Планировка площадки практически завершена. Заходит одна бригада, делает разметку, начинает выполнять, например, расположение дорожек, мощение брусчатки. Другая бригада заходит и начинает сразу же выполнять работы по изготовлению фасада юбилейного. То есть, это все сделать вполне реально. Главное, чтобы все материалы были поставлены в срок без задержек. Естественно, нам важно для муниципального образования не подвести город в этом году, потому что у нас все знают прекрасно, что в этом году будет 10-летний юбилей кинофорума. Он будет в сентябре. И хочется, чтобы мы его встретили достойно и чтобы жители гордились своим городом.